Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим применение Кенни 7 в качестве анализатора данных, полученных из бортовой сети автомобиля. Нам потребуется бесплатно распространяемая среда разработки Кенни Лэп в версии не ниже 0.8 бета, а также базовые сведения о стандарте Кен, 16-ричной системе исчисления и побитовых логических операциях. Подготовим контроллер к работе в режиме анализатора Кен. В первую очередь при помощи утилиты автоматической записи загрузим в контроллер специальное программное обеспечение. Внимательно ознакомимся с прилагаемым к утилите текстовым описанием. Это поможет нам выполнить все необходимые действия в правильной последовательности. Извлечем контроллер из корпуса и подключим его к персональному компьютеру. Запустим процесс загрузки программного обеспечения. Тем временем подключим четырехпроводный кабель из комплекта поставки контроллера к автомобилю. В нашем случае это Ford Focus 2-го поколения. Выполним подключение в разъеме OBD2, расположенном слева от рулевой колонки. Для поддержания постоянной активности бортовой сети в процессе нашей работы с автомобилем включим зажигание. По окончании записи закроем окно утилиты и отключим контроллер от компьютера. Запустим приложение KennyCanMonitor. Приложение отличается аскетичным, но достаточно функциональным интерфейсом, рассчитанным на ввод с клавиатуры. При помощи клавиш управления курсором установим текущий скорый скейн равный 125 кбитам в секунду. Подключим контроллер к автомобилю. Нажмем на клавиатуре клавишу Enter. Теперь подключим контроллер к USB. Если подключение выполнено в правильной последовательности, и бортовая сеть автомобиля активна, то в окне приложения мы увидим данные KennyCan в 16-ти личном представлении. Окно приложения разделено на 5 областей. Выход в главное меню приложения производится с помощью клавиши Escape. Актуальные данные KennyCan, сгруппированные по идентификаторам сообщения, отображаются на контрольной панели. В журнал выводится KennyCan-сообщение в порядке их приема. Отправка данных в KennyCan возможна из командной строки приложения. В строке «Состояние» отображается статистическая информация. Для перемещения внутри панели используйте клавиши управления курсором. Часть данных может не поместиться на экране. В этом случае при перемещении курсора видимая область панели будет сдвигаться. Данные отображаются в контрольной панели в следующем виде. Слева располагается признак сохранения сообщений в журнал. Далее идентификатор сообщения, который может содержать до 8 16-ти ричных цифр. За ним следует от 1 до 8 байт данных. Для удобства визуального анализа изменения в данных выделяются цветом. В определенных случаях данные удобнее анализировать, используя их символьное представление. Количество полученных сообщений выражено десятичным числом. Длительность интервала между поступающими сообщениями отображается в секундах. Сейчас изменения в данных бортовой сети не связаны с нашими действиями. Вероятно, это отображение каких-то внутренних процессов, протекающих в автомобиле. Посмотрим, что изменится, если мы, к примеру, откроем водительскую дверь. Изменения едва заметны. Обратите внимание вот на этот байт. Открыли. Закрыли. Сосредоточимся на анализе сообщений с данным идентификатором, отфильтровав все остальные. В журнале отчетливо прослеживаются изменения, явно связанные с изменением положения двери автомобиля. Закроем приложение Canic & Monitor. Отключим контроллер от автомобиля и от персонального компьютера. Приступим к созданию функциональной диаграммы нашего устройства. Реализуем алгоритм, следуя которому контроллер будет сообщать нам об открытии водительской двери включением зеленого светодиода. В первую очередь зададим режим работы драйвера КЭМ нашего контроллера, записав константу соответствующую скорости передачи данных автомобиля Ford Focus 2 в регистр установки конфигурации КЭМ. Теперь приступим к реализации самого алгоритма. Нам потребуется обратиться к приемным регистрам драйвера КЭМ нашего контроллера. Вот их список. Принятые данные КЭМ распределяются в памяти контроллера следующим образом. Младшие 16 бит идентификатора принятого сообщения попадают в регистр чтения КЭМ IDL. Старшие 16 бит попадают в регистр чтения КЭМ IDH. В нашем идентификаторе старшие биты равны нулю. Байты данных сообщения помещаются в регистры данных драйвера КЭМ попарно. Обратите внимание на то, что старший байт каждой пары записывается в старший байт соответствующего регистра, из-за чего при отображении значения регистра байты расположены как будто задом наперед. Реализуем проверку идентификатора принятого сообщения. Воспользуемся возможностью КЭНИЛЭП работать с константами в различных системах счисления. Данные наших регистров актуальны только в момент приема сообщения. Поэтому проверку значения идентификатора сообщения дополним обязательной проверкой наличия принятого сообщения в драйвере КЭМ. Вспомним, как менялись данные при открытии и закрытии двери. При закрытой двери значение нулевого байта данных было равно нулю. Для наглядности запишем его в двоичном представлении. При открытой двери значение нулевого байта данных становилось равным шестнадцатеричному числу 80. Как мы видим, значения отличаются всего на один бит. Для того, чтобы исключить влияние соседних бит, в которых могут происходить изменения, не связанные с открытием водительской двери, пропустим данные регистра через фильтр побитого И, отделив единственный важный для нас бит от остальных. Синхронизировать проверку данных с проверкой идентификатора, а также сохранить результат до приема следующего сообщения, нам поможет D-TRIGGER. Выходное значение триггера подадим непосредственно на контрольный светодиод. Теперь светодиод включится при ненулевом значении триггера. Вновь подключим контроллер к компьютеру, установим с ним связь и запишем в него стандартное системное программное обеспечение, включенное в KANELAB, перезаписав прежнее содержимое его памяти. Затем запишем в контроллер нашу диаграмму. Отключим контроллер от компьютера. Подключим его к автомобилю и посмотрим, что у нас получилось. Таким образом мы убедились в том, что имея в своем распоряжении единственный контроллер KANEL7, ноутбук и кабель USB, мы сможем самостоятельно проанализировать данные бортовой сети автомобиля и прямо на месте оперативно изготовить собственное KANEL устройство, работающее по произвольному алгоритму. Spotty Building ğaç Продолжение следует...